итак ребят всем привет сегодня у нас вот такая вот статейка низкопрофильные резины плюсы и минусы в общем ко мне приходит просто огромное количество вопросов насчет скажем так установки низкопрофильные резины на наши вас частности приора калина там гранта ну 14 девятки десятки на очень практически все то есть те машины которые себе может позволить скажем так молодой парень хочет ее прокачать там и так далее в начале ребят я хочу вам сказать любой автомобиль имеет свои допуски то есть он имеет радиусность которая как бы рекламентирует нам изготовитель вот сейчас небольшая врезочка с мы с моего автомобиля посмотрите какие допуски скажем так рекомендует мне мой производитель так ребят вот допуски вот это допуски моего автомобиля то есть вот видите у меня от 14 радиуса до 17 можно ставить радиусы как видите здесь разница в размерах просто огромные то здесь здесь 205 на 50 r17 то 185 75 14 вот разница огромная на данный промежуток времени у меня стоят вот такие вот колеса 205 на 55 r16 то есть я выбрал как бы средний показатель так вот мои колеса вот мои колеса это гамма евро вот если видно 205 55 r16 ну что продолжим вот продолжаем дальше в общем смысл какой вы поняли да у меня там идет от радиуса 14 до радиуса 17 почему производитель рисует мне вот именно вот такие вот радиусы то есть почему он там не рисует мне 18 19 там 20 радиус и так далее ребят любая подвеска обычно это стойка мапферсон вот так вот давайте и нарисуем значит здесь у нас верхняя чашка нижняя чашка все рисую быстро утрированно потому что суть не в ней вот здесь у нас значит стоит колесо тут значит у нас стоит диск все это дело у нас присоединяется через ступицу здесь вот ступица у нас закреплена здесь у нас идет опорный подшипник он у нас круглый но скажем так крепление у него всегда треугольные то есть там вот где-то еще одно крепление также у нас там идет куча разных шаровых ну вот давайте там не буду сейчас точно рисовать шаровые всякие находятся у нас стойки стабилизаторов всякие резинки идут там и так далее вот все вот это вот закладывается вот в этом радиусе то есть чем радиус выше тем больше идет нагрузку у нас на именно вот ходовую часть нашего автомобиля если вы превышаете эти скажем так показания то есть вы ставите например радиус 18 либо там 19 радиус то вот это вот подвеска вот эти все части вот это вот наша ходовка она будет очень быстро умирать я где-то читал что она умирает до 4 раз быстрее просто подумайте на 4 раз быстрее умирает если вам хочется поставить 18 либо 19 радиус вам нужно модернизировать всю подвеску полностью ребят это не только стойки это опорные подшипники это рычаги это шаровые опоры это сален блоки и даже иногда рекомендуется улучшить или изменить рулевую рейку конечно рулевая рейка она мало как бы принимает там в ударах но у нее все равно ходит вот этот вот шток от рулевой рейки он тоже может разбиваться прекрасно что делают наши народные тюнеры и наши народные скажем так ну ребята молодые я их не виню но просто вот информация сейчас допустим для приоры если мне не изменяет память так вот приора не пишет вот для приоры максимальный радиус который рекомендует производитель если я не ошибаюсь это r15 даже не 16 радиус вот а наши тюнеры начинают ставить себе 17 иногда 18 радиус они выпиливают себе арки чтобы засунуть вот эти вот огромные колеса радиус представьте просто потом все жалуются блин у меня подвеска там рассыпается у приора подвеска говно да на жесткой да там все то все там 5 10 ребят не в этом дело просто приора рассчитана максимум на 15 радиус и все допуски идут именно на 15 радиус если вы хотите себе распадаете поставить как я говорил вот здесь вот просто модернизируем подвеску а это будет очень дорого вам нужно всю и будет перебрать это что касается информации по нашим приором теперь давайте обрисую по низкой профильной резине про плюсы и минусы ну вот смотрите нарисуем два колеса вот идет у нас одно колесо вот идет такое же другое колесо но они скажем так одинаковые ну мои художественные способности не очень высокий конечно вот идет у нас один радиус 13 допустим а этот радиус у нас например 16 внешний размер колес вот этот вот размер вот этот размер он у нас практически никогда не меняется здесь например диск у нас будет вот такой вот но это опять же сейчас утрированно рисую вот так вот пускай у нас будет такой многоолисник здесь будет диск у нас вот такой вот такой же скажем так многоолисник какие плюсы и минусы у того и другого так как я сказал что у нас размер практически не меняется у нас меняется размер самой резины вот здесь вот корт будет выше соответственно резина будет мягче а здесь вот корт вот этот вот корт он будет намного ниже соответственно резинаuted жёстче то есть не резина а движение будет жёстче здесь движение будет мягче комфортабельンни здесь скажем так движение на автомобиле будет намного жёстче и не такое комфортабельное чтобы сказать совсем не комфортабельны какие плюсы есть у того и у другого ну вот давайте разберем какие плюсы есть у нас вот у низкого профиля Низкий профиль дает вам реально лучшую управляемость Это меньшие сносы, это вход в повороты на высоких скоростях Я видел тестирование в программе «Главная дорога» У них там прекрасное было видео Кстати, я вставлю с «Главной дороги» к себе на сайт видео Зайдите по ссылке Переходите и увидите тест Там именно есть тест на боковой снос Смысл какой? Здесь эта резина выдерживает 75 км в час в повороте То есть автомобиль на 75 км в час ходит в поворот И его не сносит Также более острой реакции на руль Давайте первое пишем Значит, лучшая управляемость Второе Реакции на руль здесь и так далее То есть управляемость у нас намного лучше Второе Это меньший расход топлива Особенно на механике Особенно на механике Почему? Потому что вот это колесо Здесь у него Он проминается Здесь немножко То есть у него есть лепешечка Вот небольшая Но проминается он немного Он в основном жесткий Соответственно Он лучше катится Он лучше катится Расход топлива меньше Пусть на какие-то там ничтожные Скажем так 5 процентов Но это приятно Это приятно И третий, конечно, плюс Самый последний Это внешний вид Такие колеса Смотрятся очень эффектно Почему все молодые парни Ставят То есть Ставят не из-за того Что какие-то там Характеристики Либо в повороте На 75 километров ходить Ставят Тупо из-за внешнего вида Внешний вид у них Просто офигенен Какие плюсы есть У широкого профиля Первое Это комфортность Просто будет глотать Все кочки на раз Будет, блин Прям ехать Мягко Вообще все классно Второе Это долгая жизнь Долгая жизнь Вот так напишу Подвески Так Подвески Дольше Ну не долгая Но дольше жизнь Соответственно Ямы на дорогах Вот так вот Напишу Дороги Ямы Вы будете проезжать Более-менее нормально То есть Вот это колесо Оно у нас становится Больше Такой вот Как бы подушечкой Вот Оно проминается У нас больше Соответственно Оно глотает Все Просто как Он как дополнительный Амортизатор Ну Представьте Едем мы например На какой-нибудь телеге На которой нету Вообще Никакой резины У вас там будет Трясти на асфальте И например На эту телегу Мы обобьем ее Резиновым Каким-нибудь Мягким Ну не знаю Какой-то покрышкой Мягкой И у вас будет Очень комфортное Движение Так же и здесь Вот здесь вот Диск дает Отличную Просто управляемость Отличный накат И все А здесь дает У нас комфорт Давайте теперь Пробежимся Над минусами Низкого профиля Особенно На наших дорогах Минусы Самое первое Что этот профиль Умирает Ну пишу Быстро Пробивается Причем Пробивается На выстрел Вот Небольшая Фоточка Как видите Низкопрофильную Резину Офигеть Как пробило Ее пробило Резину Можно выкидывать Конечно Можно поставить Всякие заплатки Но это все Нереально Вот Низкопрофильная Резина На наших дорогах Ям влетели Все пробилось Второе Ездовой комфорт Как я говорил Будете ехать Как на телеге Ну так Напишу Прям телега Третье Быстро Выходит Из строя Подвеска Ну не быстро Быстрее Намного быстрее Ну и четвертое Как вот мне Многие говорили Это шумность Конечно Это очень спорно Все это зависит От резины Бывает резина Более мягкая Бывает резина Даже вот Одинаковых радиусов Например Да резина Бывает какая-то Более мягкая Бывает какая-то Менее мягкая Вот Но Допустим Человек у меня Катался на 14 Радиусе Потом поставил себе 16 Радиус Одинаковые Вообще Резины Абсолютно Одной фирмы Абсолютно Одни характеристики Он говорит Что шумность На вот Большем диаметре Намного выше Ну в принципе Это логично Потому как Диск у нас Больше Вот Как бы Резина Получается У нас Тоньше Жестче Поэтому Шумность Все-таки Больше Вот Ребят Я вам Постарался Все Объяснить И донести То есть Плюсы Низкого Профиля И минусы И плюсы Широкого Профиля В конце Хочу сказать Ребят Не занимайтесь Фигней Ну не ставьте Вы на приора 17 Катки Ну зачем Вам это надо Ведь многие Ставят Блин Просто на Обычную Подвеску Никакой там Модернизации И речь Даже не идет Вот Они убивают Свою подвеску Просто там Кранты Ну поставьте Вы 15 Литье Ну если Прям там Вам Все Прям Ну хочется Поставьте По-моему Там 15 Литье Вот Поставьте 14 Литье Будет комфортно Будете ездить Классно А ведь Многие Еще Не то Что Берут Ставят Катки У нас 17 Так они Еще и Занижают Автомобиль Срезают Витки У него Нахрен И все И он у них Во-первых Получается Жесткий Из-за того Что там Пружина Ни хрена Ничего не пружинит И еще Блин Они едут На 17 Катках Не знаю Это вообще Телега Получается Вот Потом эти резины Меняют Там Бэушные Это у меня Сколько Там молодые Парни Знакомые Были Взяли Значит Себе Литье 17 Поставили Резину Через месяц У них Три колеса Было пробито Ну там На выстрел Просто Поехали Взяли Бэушную Резину 17 Опять Поставили Опять Два Колеса На то Что они Безбожно Там Гоняли В яму Влетел Все На наших Дорогах Ребят Еще раз Говорю 13 14 Радиус На Приор Калина И так Далее На Марки Там Немножко Другие У них Там Даже На Моем До 17 Я Могу Ставить Вы Видели Видео Вот Но На Наших Именно Приора Мобилях Там И так Далее 13 14 Радиус Если Честно Я бы На Свой Поставил 14 15 Радиус Не Как У меня Сейчас 16 Даже 16 Мой Радиус Он Сейчас Для Меня Немного Жестковатый Вот Я Встречал Людей Кто На Вео Ездит У них 15 Говорят Блин Намного Мягче Я Сам Садился И Ездил Ну Намного Мягче Серьезно Намного Мягче Вот В общем Такая Информация Ребят Думаю Она Была Вам Полезна Проходите На Статью В Статье Будет Голосование Какая Резина У вас Стоит И За Низкопрофильную Резину Проголосуйте Пожалуйста Мне Будет Приятно На Этом Все Ребят Думаю Моя Статья Была Вам Полезна Постарался Изложить Основные Аспекты Низкопрофильной Резины Если Статья Понравилась Ставьте Лайки Подписывайтесь На Наш Канал Все Ребят Всем Пока Будет Еще Куча Полезной Информации Продолжение следует...